ну прибыл прибыл какой-то космонавт ну наверно конечно ну да тоже дочка иногда любит так прийти тут а что ты тут разговариваешь можно тут поговорить слава можете вопрос задать да пожалуйста я помню вот картину еревана ну вот землетрясение в ереване когда смотрел в прямом эфире там что-то так было показано мне что вот возник вопрос может это было все искусственно толчок этот землетрясения там же погибло очень много людей вот за какой за какой это восемьдесят девятом году по моему я же 200 раз говорил все землетрясение это заряженное большое количество взрывчатки никакого землетрясения не бывают природе бывает иногда землетрясение если ковачи что-нибудь там подрыли значит и тогда может что-то обрушиться и великие все пытаются разгадать великую там тайну елустона и тайна на самом деле очень проста если знать истинную модель то это будут камуфлировать работу ковачи который неустанно работает днем и ночью значит и первый вариант самый ужасный это континент америка пойдет на дно а эти еще как бы взорвут что типа смотрите вулкан рванул это как фокусники да там вверху рвануло а там на дно пошло то есть это либо взрыв этот не пойдет на дно континент будет просто это большой урон то есть вот ончин подсказывает нам что слава я опасную информацию несу и она ограничит с реальностью щеза в эфире даже если не не можешь доказать это шиза слова пойми что доказать хорошо доказать в европе жили мы в африке жили мы в чинае жили мы в америке жили мы а там как не по теперь живет что не пойди попала и у нас еще непонятно что на белорозовых похоже а всколупнуть а там под черепной коробке это круглая земля вертится что 200 лет назад мы белорозовые жили во всей соте и в чинае и в индии современной и в европе и в америке и в африке весь север африк сколько городов под песком наших погребен у это там даже так там даже в африке сейчас вот мне приезжал до рассказывал белые люди при том они вообще никому не подчиняются такие кочевники у них свои традиции и флаг у них такой желтый синий и зеленый это какой-то древнеславянский флаг вот как они себя называют а вот я не помню вот есть вот они реально вот белые люди такие которые живут и живут вот по всем канонам вот таким древнеславянским судя по всему мы были везде потом да произошло вот такое возможно как идея подселения сюда одних вторых других третьих ну в общем там очень смотрите смотрите короче написано как неудивительно будет для многих узнать но коренные населения северной африки не являются не негроидными африканцы а даже не арабы а народы которые принято называть бер берами еще более удивительно вызовет тот факт что эти народы являются народами белой расы вот так поняли интересный вопрос в чате я увидел лерий иванов спрашивает по поводу челябинского метеорита посмотрел он взорвался говорят типа был кусок льда вопрос почему лед мог взорваться показывает где он упал останков не нашли вообще кстати вопрос обалденный задан знаете почему благодаря этому вопросу я общими чертами могу объяснить одно из техногенных и орудий которые в принципе существуют на нашей необъятной скажем так сотовой земле значит чтобы иметь представление об этом уникальном оружии а то не сделано по сути дела не из металла и так далее надо вспомнить и уникальную книгу писателя фантаста александра беляева книга называется продавец воздуха дело в том что мы знаем что все писатели фантасты все что писали на самом деле все это есть или или будет у нас то есть еще ни один писатель фантаст не ошибся со своими книжками так вот там и примечательный факт описывается как один продавец воздуха создавал уникальное оружие в чем она заключалась с помощью его техники он собирал воздух с нашей соты в больших количествах и прессовал то есть получался такой ледяной шарик это с бильярдный размером но вот представляете какое количество должно было бы было воздуха там запрессовано чтобы это воздух это значит мог вот так вот превратиться в такую ледяную байду дело в том что так как автор книги не знал что наша земля огромная и он писал дальше следующее когда у него там спросил один говорит а если этот шарик взорвать он говорит если шарик этот взорвать то взрывная волна обойдет два или три раза вокруг нашего земного шара ну а вообще так как мы в сути живем она просто по периметру пройдет два или три четыре раза поэтому чернябинский метеорит мог являться сгустком от воздуха сильно прессованного в большом количестве которые просто скажем так на него правильно на этот сгусток нажали что просто этот кислород разрядился скажем так воздуху плотность это в верху но он не достиг цели он должен был этот шарик долететь грубо говоря до вот этих ядерных отходов рвануть но он не долетел его этот шарик грубо говоря транквилизировали шарик скорее всего был значительно больше чем этот как чем теннисный мячик датчи какой там вот поэтому естественно пишет а типа был кусок льда ну испарился в буквальном смысле помните хорошую добрую сказку шерлок холмс про стеклянную пулю очень удобно горит стеклянной не стеклянной ледяной пулей стрелять стрельнул человеку в мозг пулей ледяной она возьми дорастай а фиг его знает чем стреляли как стреляли вот все самое и шарик надеюсь я развернуто ответил передаю слово великолепно вот анжелика у нас города минск вот у них концлагерь нормальный почему потому что там беловежская пуща и это 200 лет там ничего не вырубывали то есть первозданном виде сохранен этот заповедник то есть люди с высокой сенсорикой могут заходить беловежскую пущу и из деревьев как с информационного поля считывать всю информацию но так как к сожалению у нас не люди не умеют пользоваться этой методикой они максимум там могут это воздухом подышать этого замечательного заповедника я шотфла расцветку давал же по флагам там же все рассказано ну и плюс генофон белорусов стараются держать это а можно еще раз прошу прощения по по флагам повторить прогиблировать ну самый сильный флаг это желто-белый это главный концлагерь в нашей нашей соте это ватикан после него идут на втором месте красно-черно-желтый флаг это такая расцветка только принадлежит двум странам мира это германия и бельгия вот потом уже идут их сателлиты красно-белый флаг япония турция польша канада грузия англия и ряд других стран с красно-белой расцветки это как бы самые такие привилегированные концлагеря дания тоже имеет красно-белый если не ошибаюсь вот там будут жителей как бы это не не будут на них бомбы падать их будут это делать все чтобы они развивались в грузии там все копейки стоит там человек может приехать там с двумя гривнами и купить себе пол грузии я дурачусь но смысл в том что мы таким странам дают возможность развиваться ну а дальше немножко уже градации как таковой нету я допустим выделял красно-желтый флаг это страны это где выбирает чтобы занимались обеспечиванием всего мира раньше советский союз все создавал было для внутреннего пользования а то что шло на экспорт люди даже не представляли что какой-нибудь болтик отправить за границу его там ложили в деревянную коробочку из дуба обитую бархатом и запаковывали отправляли и водка которую весь мир любил они даже не знали что русскую водку которую продавали советском союзе она отличалась от той водки которая шла на экспорт это было сверх высокого качества поэтому свое время советский союз делал сливки для всего стран мира вот и что попало короче для местных жителей как говорится одинаково еще был был как китай да потом мировое правительство решила что хватит главное желтоблокиты не сказал и и самое главное что мы развиваться начали в тот момент и поэтому решили слить разделяй власть мировое правительство создала концлагерь советский союз чтобы через семьдесят лет его развалить они его создавали для того чтобы потом уничтожить цель была достигнута вначале российская империя была допустим 300 километров площади к примеру говорю потом на территории российской империи благодаря советскому союзу создали 15 вымышленных каких-то непонятных республик том числе и непонятная республика это рфссср это вообще что за республика непонятно зачем приходила что хотела вот и потом через 70 лет когда уже все люди забыли что это была на территория как говорится одной державы как бы отколупнулись следующая стадия создания советского союза на территории рф делится на опять на 15 21 республику через 70 лет сообщает что пора бы советскому союзу распалаться башкир идут в одну сторону якуты в другую дальний восток 3 сахалин 4 все рады и счастливы и слова вообще что с этим связано навсегда истерта из как говорится из учебника в истории ну а потом уже зачистка как было 200 лет 200 лет назад всех белорозовых на котлеты и все весело идя на котлеты хихика это земляк кругленькая маленькая шарики ну вот смотри тут вчера были такие интересные люди собрания и такая версия что сейчас перебрасывают ребята все свои ресурсы золотишко в гонконг туда в азию свозят и америку типа планируют там сделать big баба бум а потом в общем все в европе подтянуть сюда мусульманский мир то есть арабов больше и скажем так устроить здесь кровавое месиво и всех оставить без света без нефти без ничего а у них уже там будут стоять свои источники энергии которые но при этом света не будет потому что они планируют сделать это с вулканом вот этим елостонским и все затянет небо значит будет ядерная зима такая была верха что это один из запасных сценариев сценарии всегда делают 34 то есть это один из сценарий которые на территории совета современной россии будут пионеры через сто лет все они будут черные узкоглазые будут весело хихикать носить значок это сереже тарасовым на изображении мавзолей будет сул гудман и все чернокожие пионеры будут показывать пальцем на александра сергеевича пушкина и говорить вот это наш родственник он тоже был и как он был эфиоп вот наш великий русско-негритянский поэт если никто не понял что за 200 лет нас это 30 миллиардов белорозовых положили и еще сто лет назад нас было 800 миллионов а через сто лет нас осталось около 200 миллионов то еще через сто лет здесь не останется ни рожки не кошки не не даже упоминания что здесь были когда-то белорозовые речь полностью сотрется будут тут чмякать бякать что угодно говорить негры желтые вот это будут раса будущего ну хорошо то вы сделали ставку на азию на китайцев начинает а афроамериканцы остаются а куда белый народ просто сливают и и это в один день будет или это будет происходить постепенно а еще индусов собирается оставить тоже много миллионов вообще как бы будут делать скорее всего постепенно это затягивать удавку на шее потому что жарю никто не заметил что у нас это стало два раза меньше после того как концлагерь советский союз развалили ну вот что значит у вас везде концлагерь любая это ячейка это концлагерь германия концлагерь рф концлагерь украина концлагерь есть страшный конслагеря где людей бомбами закидывают у них не спрашивает люди а можно бомбу на нас кинуть у них не спрашивают у них просто так в концлагерях просто взрывают людей заживо как говорится живем это и все есть страшные концлагеря есть такие концлагеря когда они там любой наркоман себя эпидофил будет чувствовать хорошо потому что у них там разрешено все это делать. В других концлагерях за это могут голову отрезать, скажем так. Поэтому у каждого концлагеря, чем народ в концлагере... У каждого концлагеря, типа, своя острота ощущений, короче. Ну, в общем, смысл такой. Чем в концлагере народ дебильней, тем ему больше дают это хорошо жить. Если народ человеки, то их, как правило, в концлагере убивают. Вот чем народ человечней, тем ему создают более тяжелые условия выживания в концлагере. Чтобы человеки все умерли. А всякое там европейское им там дают, блин, все, что хочешь. И в Швейцарии деньги выдают там по тысячу евро. Все равно они гомноеды. Какая им разница? Гомноедов надо как больше, чтобы они размножались. А вот человеков будут убивать. Вот. В концлагерях. И не давать им жить, не давать им спокойно, так сказать, развиваться. Вот такая мысль. Если твои мысли очень сильные. Прям в точку. Спасибо.